Всем привет! Добро пожаловать на программирование на языке Lua для Roblox Studio. Сегодняшняя тема это последовательное выполнение функций и параллельное выполнение функций с помощью функций Spawn. И сегодня мы узнаем, кто победит последовательное выполнение или параллельное выполнение и что лучше. Ну как вы наверное знаете, что все скрипты закреплены на Workspace, на ваших деталях или локальные скрипты в вашем игроке работают параллельно. Это означает, что все скрипты одновременно начинают работать и работают. Так, ну давайте посмотрим, что это у нас за кубики такие интересные. Давайте посмотрим на кубик номер 1 и на его скрипт и на кубик номер 2, который ничего не делает. Мы сейчас это исправим. Так, в Workspace у нас есть парт 1, это первый кубик. Первый кубик у нас был живой. Открываем его скрипт, видите у нас два скрипта, скрипт 1 и скрипт 1.1, это значит к первому парту, к первой детали, скрипт 1.2, второй. Так, ну давайте сначала смотрим первый скрипт. Все очень просто. Вот, этой строчкой я печатаю имя скрипта, вот эту вот строчку, чтобы не повторять, не впечатывать. Можно же ее автоматически узнать в скриптнейм и напечатать. И имя детали, в которой этот скрипт применяется. Если мы сравним два скрипта, увидим, что эти строчки одинаковые. Так, в первом у меня написана функция, которая делает случайный размер нашего кубика. Выбирает случайное число от 1 до 10, и потом мы этот размер по всем трем осям x, y, z получаем размер. И задаем размер нашей детали. Так, ну и далее бесконечный цикл. Меняй размер на случайный этой детали, жди 3 секунды и так повторяй бесконечно. Так, смотрим, для этой же детали другой скрипт, который параллельно выполняется с этим. Одновременно, значит, с первым скриптом. Здесь функция чуть сложнее, которая меняет цвет. Цвет меняет от черного к белому. Когда деталь становится совершенно белая, цвет становится опять черным, и он начинает расти. Ну, про цвета у меня много было уроков. Тут легко разобраться, что происходит. Здесь тоже самое. Ну, чтобы нам долго не ждать, и чтобы было не одновременно, чтобы цвет менялся быстрее, чем размер нашей детали, я поставил здесь паузу 0.1. Итак, давайте посмотрим еще раз, как работает эта деталь, и посмотрим, что же я хочу. Ну, до этих товарищей мы тоже доберемся. Видно, что цвет меняется по кругу от черного к белому, и размер каждые 3 секунды становится случайным. То большой, то маленький. Не повторяется. Так, давайте починим кубик второй. Такие скрипты вы, наверное, уже писали. Давайте посмотрим на нашу деталь номер 2. Так, а в ней всего один скрипт, который называется скрипт 2. Я в один скрипт перенес сразу функцию изменения размера, точно такая же, как в предыдущем примере, и изменения цвета. Так, ну и давайте мы попробуем их тоже вызовем в цикле бесконечном. Видите, какое преимущество здесь у нас? Всего один скрипт. Легко копировать, нет повторяющегося кода. Так, давайте запустим и посмотрим на поведение двух наших кубиков. Как они себя ведут. Так, ну могу сказать, что если мы посмотрим на этот скрипт. Видите, в одном цикле у нас ждем одну секунду, потом сразу же меняем размер, сразу меняем цвет. А здесь у меня совершенно независимо. И цвет меняется со своей скоростью, и размер меняется раз в три секунды. А здесь, к сожалению, этого не происходит. Так, что же сделать? Ну вот как раз мы подошли к теме нашего урока. Давайте воспользуемся функцией Spawn. Так, ну функция Spawn работает вот так. Точнее, ее рекомендуют применять так. Вы, наверное, во многих примерах встретите. Здесь можно, конечно, имя функции ChangeColor какой-нибудь написать. Но дело в том, что внутри ChangeColor эта функция без цикла. Она просто один раз изменит цвет, и все, мы не увидим разницы. А здесь давайте мы попробуем добавить цикл. Без функции не обойдешься. Здесь будет безыменная функция Function. Так, скобочку удаляем. Красная у меня подчеркнула. Итак, вот открывающая скобка у Spawn и закрывающая скобка после End функции. Все, здесь мы можем теперь писать код. Давайте код перенесем внутрь Spawn. Так, выделил строчки. Чтобы их отодвинуть вправо, нажимаем табуляцию. Отлично. Сейчас давайте сразу сдублируем. Так. Так, цвет. Так, размер вначале мы меняем. Размер меняем раз в три секунды. А цвет меняем... ...каждую десятую секунду. Одну десятую секунду. Значит, 10 раз в секунду мы его меняем. Так. И что же сделает для нас Spawn? Ну, надеюсь, работает. Потом поясню, что же сделает Spawn. Сейчас посмотрим на поведение первого кубика и второго. Так. Ну, я вижу, что у второго кубика цвет меняется с такой же скоростью, как у первого. Отлично. И никак это не зависит от работы нашего изменения размеров и не зависит от скорости изменения цвета. Итак, что же делает наш Spawn? Спавн создает еще один поток, в котором запускает содержимое, ну, запускает функцию какую-то. Ну, вот здесь раз мы сделали безымянную функцию, которой не нужно имя, мы ее один раз только вызываем, и внутри ее вертится бесконечный цикл. Так что, пока игра Roblox не остановится, у вас этот цикл будет вертеться. Если бы у вас здесь вместо true использовалась какая-нибудь переменная глобальная, вы могли бы ее изменить и прекратить этот цикл. Ну, для нашего примера это не надо. Итак, вот этот вот код со спавном, он напоминает два скрипта. Так что в одном скрипте мы запустили параллельно две задачи. Первая запустилась. Спавн, кстати, срабатывает мгновенно. Вот эта функция срабатывает, и несмотря на то, сколько здесь строчек кода или какая долгая бы функция ни была, например, подгрузки музыки, она сразу начинает выполнять после спавна следующая строка. Здесь то же самое. И потом начинается цикл. И здесь начинается цикл. Так что мы могли спавном еще добавить сколько угодно функций. И все это находилось бы в одном скрипте. Такой код, мне кажется, более чистым, более компактным. И легко копировать, легко модернизировать. Ну, давайте теперь посмотрим, что у нас там за пример. Более может быть наглядный, или если непонятно, чем же отличается вызов функции в одном скрипте от двух скриптов на одну деталь. Ну вот, посмотрите. У меня здесь пример. По пять деталей слева и пять деталей справа. Детали слева... Как все это работает? Когда вырастает первая деталь, начинает вторая расти. Потом третья, четвертая, пятая. И так далее. Последовательно. Давайте посмотрим на код. Так. Друг за другом. Вот я сделал папку. Иногда удобно какие-то детали положить в папку и к ним в скрипт положить. Чтобы они не захламляли здесь место. Итак, смотрим на скрипт. Вот детали называются... Так. Вот эти детали. P1, P2, P3, P4, P5. Чтобы много не печатать. На всех наклеечки есть. Так. Давайте посмотрим на скрипт. Скрипт очень простой. Все то же самое, как раньше. Здесь функция. Функция называется Make it bigger. Сделай ее больше. Мы передаем любую деталь. Какую бы мы ни передали. И дальше в цикле ширина и глубина детали остается пятерка. Пять стадов. А ее высота начинает расти от пяти до пятидесяти. И получается в каждой цикле, точнее в каждой итерации этого цикла, я создаю новый размер и присваиваю размер детали. Деталь передана в параметры. И все очень просто. Вот у нас пять деталей и по очереди я вызываю пять функций. Первая функция закончила работу. Выросла у нас первая деталь. Начинает расти вторая. И вот так пока не закончится. Это последовательное выполнение. А давайте применим наш спавн на нашем додже. Пусть все детали растут параллельно. Все это работает из одного скрипта. Так, вот все одновременно. Параллельное выполнение. Здесь все то же самое пока. Давайте закомментируем. Кстати, помните, как комментировать быстро несколько строк или одну даже строку? Ctrl-Shift-C. Если еще раз нажали Ctrl-Shift-C, то комментарий исчез. Так, ну а у меня уже здесь со спавнами заготовлено. Последовательное закомментировали, а раскомментировали. Вот как у нас работает. Все так же, как я до этого показывал спавн. Здесь какая-то безымянная функция. Это тело функции. То, что мы будем запускать. Здесь много строк может быть на самом деле. В данном случае у нас цикла здесь нет. Цикл находится внутри самой функции MakeItBigger. Видите, внутри функции цикл. For от 1 до 5. И еще пауза. Wait. Так что он в каждой итерации ждет, ждет, ждет. Не забывайте, что в каждом цикле должна стоять Wait. Иначе у вас могут быть проблемы. Если цикл большой, может игра притормаживать. И сервер может выдать ошибку. И у вас вообще будут проблемы. Но это в предыдущих уроках я много раз говорил. Итак, я одновременно спавню сразу 5 одинаковых функций. Но каждой функции я передаю один и тот же параметр. Кстати, если бы у меня была функция без параметра. Давайте я одну сделаю. А, ну давайте, во-первых, посмотрим, кто обгонит сейчас в росте. Додж победит или нет. И напоследок я покажу еще одну хитрость. И на этом урок закончим. Так, хочу напомнить, что... А, ребят, пока я вам говорил, у нас уже все выросли. Давайте... Или я не успел среагировать. Да-да-да, вот они одновременно все растут. Отлично. А здесь пока рост происходит. Ну, вот наглядно показано, как работают современные процессоры многоядерные. Каждое ядро выполняет свою задачу. А в старых процессорах у компьютеров было одно ядро. И вот пока он одну задачу выполнит, потом вторую, третью, четвертую, пятую. Здесь же все готово. Так, давайте я покажу еще способ, как можно вызывать спаун. Давайте я перепишу функцию. Например, вот так сделаем. make не it, а make p1 bigger. И никакого параметра у нас не будет. И мы будем вызывать просто из этой функции обычный make bigger и передадим туда p1. Так, а здесь мы изменим немножко. Мы вот безымянную функцию убираем. У нас уже есть функция. Я передаю только имя функции. Ссылку на функцию. Никаких скобка-скобка здесь нет. Иначе она начнет выполняться. Еще до того, как спаун произойдет. Так, ну давайте посмотрим. Сработает? Да, как вы видите, p1. Этот первый столбик уже вырос. Ничем не отличается от остальных. Так, ну что, на этом урок кончается. Используйте спаун на здоровье. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик. Там шлите донаты. Рассказывайте друзьям. Задавайте вопросы в комментариях. К видео старайтесь задавать вопросы по теме видео. Ну, чтобы другим тоже была помощь. И напоминаю, что я выкладываю исходные тексты вот этих уроков, которые вы посмотрели. Ссылка в описании. Там уже больше 40 уроков. Ну, на этом все. Пока. Продолжение следует...